Урок седьмой. Задача первая. Точки ВСД лежат на одной прямой. Известна длина отрезка ВС 7 см, ВС 9 см. Какой может быть длина отрезка ВД? Давайте отметим точки на прямой вот таким образом. Д, В, С. И другой вариант, когда точка С находится между точками В и Д. Так, если ВС 7, а ВС 9, то тогда ВД 9 минус 7, 2. Вот это первый ответ. Возможен другой вариант. Если ВС 7, ДС 9, то вот в таком случае длина отрезка ВД 7 плюс 9, 16. Итак, ответ в этой задаче 2 см или 16 см. Задача вторая. На прямой отмечены точки О, А, В. Так что длина отрезка ОА 12 см, ОВ 6 см. Надо найти расстояние между серединами вот этих отрезков. Если известно, что точка О лежит на отрезке А, В. То есть точки расположены вот таким образом. Точка О между точками А и В. Известна длина отрезка ОА 12. Значит, середина этого отрезка 12 надо разделить на 2. То есть будет 6. Так, длина отрезка ОВ 6. Если 6 разделить пополам, то получится 3. Значит, расстояние между серединами отрезков ОА и ОВ 6 плюс 3. Получится 9 см. Задача третья. Отрезок длины Х разделен на 3 равные части. Найдите расстояние между серединами крайних частей. Так, допустим, вот это отрезок, длина которого Х, скажем, сантиметров, разделили на 3 равные части. Значит, длина каждой такой части Х делить на 3. Х третьих. Длина каждой такой части. Надо найти расстояние между серединами крайних частей. То есть, если здесь найти середину отрезка, а если Х деленное на 3 разделить пополам, будет Х шестых. И здесь середина тоже будет Х шестых. То есть, вот это расстояние. Х делить на 6. И это тоже Х делить на 6. А если взять два раза, Х деленное на 6, то получится Х делить на 3. Кроме того, длина вот этого отрезка Х третих. Ну, а теперь давайте найдем расстояние между серединами крайних частей. Х шестых плюс Х третьих плюс Х шестых. Это два раза по Х третьих. То есть, можно сказать, что это будет 2 трети Х. Так, ответ 2 трети умноженное на Х. Вот такова длина этого отрезка. Задача четвертая. Точки К, Л, М лежат на одной прямой. Точки О и П середины отрезков К, Л и К, М. Верно ли вот это равенство? Давайте отметим точки. Точка К, точка О является серединой отрезка К, Л. А точка П является серединой отрезка К, М. Давайте обозначим за Х расстояние от точки О до точки К. Вот это Х. Точка О середина отрезка К, Л. Значит, вот здесь тоже будет Х. Так, а расстояние от точки К до П обозначим за У. Так, точка П середина отрезка К, М. Значит, здесь тоже будет У расстояние. А теперь давайте посмотрим, как можно выразить длину отрезка О, П через Х и У. О, П – это У минус Х. А длину отрезка Л, М – это 2У минус 2Х. Значит, данное равенство верно. Задача пятая. Отметьте 4 точки так, чтобы никакие 3 из них не лежали на одной прямой. Через каждую пару точек проведите прямую. Сколько получилось прямых? Давайте отметим точки. Можно их отметить на окружности. Никакие 3 не лежат на одной прямой. А теперь проводим прямые через каждую пару точек. Так, допустим, это первая прямая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Значит, получилось 6 прямых. Ответ 6. Ответ 7. Ответ 7. Ответ 7. Ответ 7. Ответ 8. Ответ 8. Ответ 9. Ответ 9. Ответ 9. Ответ 9. Продолжение следует...